сегодня я решила сделать кабачковые оладьи я буду готовить их из молодых цукини я буду использовать цукини целиком кроме кончиков буду использовать и кожуру и семечки так как они достаточно мягкие то не вижу необходимости очищать но кому не нравится ярко зеленый цвет то кожуру все же лучше очистить обычно мягкость кожуры и семечек я проверяю нажатием ногтей если кожура продавливается без каких-либо усилий то я ее никогда не счищаю точно так же поступаю и с косточками теперь необходимо цукини натереть на терке для ускорения процесса я воспользуюсь своим старым комбайном и измельчать буду в нем терку выбрала со средними отверстиями и сюда же добавлю петрушку для того чтобы она быстрее измельчилась конечно идеально добавить укроп но как-то вот у меня весь укроп закончился буду использовать петрушку теперь необходимо цукини присыпать соли тщательно перемешать и оставить приблизительно минут на 20 для того чтобы отделилась излишняя жидкость у меня после того как постоял цукини он уменьшился в объеме из-за того что выделилась жидкость теперь я откидываю его на дуршлаг и жду пока у меня окончательно стечет вся жидкость возвращая цукини форму для смешивания добавляя немного черного молотого перца вы при желании можете добавить сюда ваши любимые приправы я же больше ничего добавлять не буду и разбиваю сюда 2 куриных яйца натираем на мелкой терке несколько зубчиков чеснока на это количество цукини я беру приблизительно 100 граммов твердого сыра у меня это российский с тмином и натираю его на мелкой терке сыр потом при плавлении будет дополнительно связывать кабачок и мне нравится вот вкус кабачковых оладий вместе с ароматом сыра дальше необходимо добавить муку но здесь получается так что у всех мука разная но и кабачки в зависимости от того сколько выделилась воды тоже будут разные поэтому добавляйте муки столько чтобы тесто получилось очень густым и при необходимости и я досаливаю так как часть соли удалилась вместе с жидкостью добавляя еще муки так как мне показалось недостаточной и теперь все тщательно перемешиваю вот такое тесто по консистенции в итоге у меня получилось я достаю тарелку на которую буду выкладывать и покрываю ее бумажным полотенцем обжаривать буду на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки и так как в оладьях у нас содержится сыр то берите сковороду с хорошим покрытием для того чтобы оладушки не прилипали к поверхности выкладываю тесто при помощи столовой ложки и одновременно формирую оладушки и тесто необходимо накладывать не очень много для того чтобы оладушки не получались толстыми и тесто хорошо пропеклось внутри чтобы оладушки успевали прожариться внутри то я всегда жарю на огне который ближе к минимальному и когда оладушки поджарились с одной стороны я их переворачиваю и золочу уже со второй ну и вот такой ужин у меня в результате получился если вам видео понравилось не забывайте меня поддерживать ставить лайк подписываться обязательно пишите мне комментарии всем пока пока увидимся с вами совсем скоро